Зачем вообще мы гоним самогон? Ну уж точно, чтобы не пить его в одиночку. Мы его гоним, чтобы пить с друзьями. Так давайте сделаем настойку для друзей. Сделаем? Поехали! Здравствуйте, уважаемые винокуры! С вами я, Дмитрий Лафетников. Напоминаю, что оборудование, приборы, ингредиенты для приготовления качественных алкогольных напитков вы можете приобрести на нашем официальном сайте. Переделы по этой ссылке также наблюдают внизу в описании. Сегодня мы разберем очередной рецепт от подписчика, который он назвал просто емко для друзей. Давайте попробуем приготовить данную настойку и угостить друзей. Посмотрим, что же они скажут. Нам потребуется самогон крепостью 40-45% 1 литр. У меня будет крепость 40%. Перец чили 1 штучка. Для тех, кто любит все взвешивать, я взвесил, у меня получилось 20 грамм. Перец черный 4 горошина. Перец душистый 1 горошина. Сахар 1 чайная ложка. Ягоды можжевельника 8 штук. Тайский чай 1 грамм. Готовить настойку проще простого. Нарезаем перец чили на колечки, но не сильно мелко. Можжевельник лучше размять в сутки. Все ингредиенты закладываем в емкость самогоном и настаиваем 2 недели в темном месте при комнатной температуре. Прошло 2 недели. Процеживаем настойку. Сегодня вечером будем пробовать. Уже и так какой-то цвет интересный. Посмотрим, что будет на вкус. Для фильтрации использую свою уже ставшей, по сути, легендарной воронку с ситечком и вискозную салфеточку. Итак, вчера прошел дегустационный совет и его члены просили вам передать, что вот эту перцовку не все друзья выдержат, а те, кто выдержат, и будут ваши настоящие друзья. В аромате такой ярко выраженный перец. Такой, знаете, вот, как сказал председатель, именно тот перец, когда его порежешь так вот раз, там, заденешь семечки, там, вдоль его так подчикаешь, вот, я с ней полностью согласен, пахнет перцем, вот, свежим, свеженарезанным перцем. И сразу, вот, знаете, не поймешь каким. Вот сразу пахнет свежим, а вот когда проходят вот эти сильные агрессивные нотки, первое, то появляется такой аромат, немножко можжевельничка, такой слегка-слегка, и вот дальше вот черный душистый перчик. Вот черный вообще хорошо чувствуется, вот душистый так слегка-слегка, ну, возможно, кто-то не определит, но кто любит перец, однозначно вот это поймет. Значит, пахнет очень ароматно и интересно. Во вкусе, ну, естественно, перец. Перцовка довольно сильная, такая, обжигающая, хорошо согревает прямо до костей, скажем так, аж брови запотевают. Зимой, наверное, самое то. Единственное, всем не понравился цвет, ну, действительно, вот посмотрите, такой цвет, скажем так, странный. Он не синий, не красный. Ну, как будто тут, вот мне сразу аналогия, тут немножко капнули чернил, вот такое вот, что-то чернильное, такое синенькое, слегка-слегка. Вот бы добавить чего-нибудь, ну, я не знаю, смысл, я думал, анчана что-то сыпануть, но думаю, станет вообще такой насыщенно синим. Ну, смысл. Ну, в принципе, если не обращать внимание на цвет, то прекрасная перцовка. Кстати, вот председатель гигиозационного совета назвал этот цвет сурболиновый, что в переводе с ее языка означает серо-буромалиновый. Ну, в общем, и в целом, если не брать во внимание цвет, то все хорошо. Ну, в принципе, как может быть иначе, как это может быть настолько плохая, если тут перцовка, тут, по-моему, перец все сгладит, все это зашлифует, все, что лишнее там обрежет и провалит наш рот. Кстати, если вам не нравится перцовка в этом варианте, ну, хотите какой-нибудь легкий согревающий напиток для зимы, то советую, по ссылке внизу в описании, оставлю ролик имбирно-лимонная настойка. Вот там как раз то, что вы ищете, если не нравится вот эта агрессия перцовки, вот там такое легкое согревающее тепло. У меня на сегодня все. Если вашим друзьям понравится этот согревающий ролик, и они не захотят, чтобы вы пропустили следующий рецепт, тогда не забудьте нажать колокольчик, также подписывайтесь на канал, нажимайте на перчик вверх, и помните, что с вами был я, Дмитрий Лафетников, и производственная компания Добрый Жар. Субтитры создавал DimaTorzok